Сегодня мы во всех подробностях разберем с вами философию Бэтмена и почему же мышка в действительности не убивает преступников, чем в реальности является компания Wayne Enterprises, что послужило причиной того, что жители Готэма погрязли в нищете, кто стоит за этими процессами и реально управляет городом, а также какое отношение Бэтмен имеет к этим управленцам. Сразу обозначу момент. Говорить в этом видео я буду в общем о концепции Бэтмена как такового. Конечно я приведу некоторые факты из самих комиксов для подтверждения теории, хотя в действительности их очень много. Просто все их выдергивать нет никакого смысла, но поскольку фильмов, мультфильмов, сериалов и прочего про мышку сняты уже просто тьмать мущая, а авторы пишущие сценарии к нему менялись как перчатки и придумывали всякий бред и не бред и чего вообще только не было, то можно накидать это всюду любых доводов, опровергнув тем самым или оправдав вообще все что угодно. Так что еще раз повторюсь, говорить сегодня будем про самую основу летучей мыши, про его общий концепт, который и вы, я прекрасно понимаете, который создателями и был обозначен и поддерживается до сих пор как главный, то есть набор основных характеристик Бэтмена как персонажа, города и жителей Готэм-сити, поведение тех или иных второстепенных лиц и так далее. Итак, жил-был мальчик Брюс. Как-то шел он с родителями из кинотеатра и забрели они в темный переулок. Об этом моменте мы чуть более подробно поговорим несколько позже. В общем, его семьи убили, местные бандиты, у него на глазах, мальчик выжил, подзрослел, одел на себя резиновую маску и давай мочить бандитов, направо и налево наводя страх на весь криминальный мир Готэма. В этой части вроде все так, да? Едем дальше. Как итог, своими действиями Брюс вел преступность города на нет. И полностью разобравшись со всеми подлецами Готэм-сити, Бэтмен наконец смог сформировать своими действиями нормальный и здоровый, особенно психический, социум, где люди могли спокойно ходить по вечерам, не опасаясь за свою жизнь, а днем работать за зарплату выше среднего в Уэйн-Интерпрайзес, пожалуй, самой крупной и, конечно, доброй сфер корпорации Готэм-сити. Ведь если мне не изменяет память, основа криминала, особенно мелкого, жертвой которой, собственно говоря, и пали родители Брюса, лежит в нищете. Но вот в этой части уже что-то не то, согласитесь. Хотя она вроде как логично должна вытекать из ранее сказанного. К этому же Бэтмен должен был прийти в итоге за все это время, да? Но по факту нет. Преступность в городе с появлением мыши по сюжету только возросла. Психов и идиотов стало только больше, нищета никуда не делась, а его ожесточенная борьба с преступностью не только не уберегла жителей Готэма, но и наоборот стала причиной большого количества жертв среди обычных жителей. Я вам сейчас вставлю некоторую выдержку из комиксов, которая уже была в одном из моих роликов. Там буквально несколько эпизодов и только с одним из многочисленных злодеев, а именно Джокером. Чтобы вы несколько освежили в памяти, так скажем, масштаб той кровавой бани, которая в Готэме происходила по сюжету. А то, знаете ли, в современных фильмах и мультфильмах как-то все слишком рафинировано. Зло, знаете ли, оно какое-то не совсем даже и зло. Оно как будто только играется во зло. Жертв, по сути, никаких нет, за очень редким исключением. Так или иначе, все обходится хорошо и так далее. В общем, наслаждайтесь и помните, это только малая часть, очень малая часть того, что происходило в Готэме. Почему персонаж Джокера, это на самом деле далеко не так смешно, как нам пытаются показать. В 1988 году Джокер забил до смерти монтировкой Робина. За смерть или правильнее сказать вывод Робина из серии про Бэтмена проголосовали сами зрители. Но вот то, как он должен был выйти, решали уже создатели комикса. Согласитесь, если перекинуть это на реальную жизнь, зрелище далеко не веселое. В комиксе No Man's Land Джокер похищает несколько дюжин детей и убивает выстрелом из пистолета жену комиссара Гордона Сару. После чего маленькие дети начинают ползать вокруг ее безжизненного тела. Далее Джокер убил несколько сотен тысяч человек ливнем из стекла, покрытого ядом. При попадании на тело оно не только умершляло, но и превращало лицо в жуткую гримасу. В комиксе Death of the Family Джокер сбегает из психбольницы, оставляя на память ни много ни мало кожу со своего лица. А год спустя возвращается за ним, попутно убивая 19 полицейских. Кстати, у Джокера, видимо, присутствует особый фетиш по поводу кожи. И сейчас вы поймете почему. Джокер похитил всю семью Бэтмена, и когда тот пришел их спасать, то нашел их сидящими за столами с замотанными в бинты лицами. После чего загипнотизированный Альфред приносит ему суп, в котором плавает человеческая кожа. Однако после того, как Бэтмен вырвался, он увидел, что это была кожа не с лиц его семьи. Джокер просто так пошутил. Не знаю кому как, но чтивом для подростков и детей это назвать как-то язык не поворачивается. А вот одному парню после встречи с ним повезло куда меньше. Он освежевал живого человека и вытолкнул его на сцену стрип-клуба. Дочь комиссара Гордона он сделал инвалидом и возможно изнасиловал ее, заставив отца смотреть на ее обнаженное фото. В мультфильме Dark Knight Returns во время погони по парку аттракционов Джокер за 30 секунд убивает 13 человек, а в комиксе Injustice убивает всех, кого любил Супермен, тем самым сломив его дух. Про родителей Брюса Уэйна и подружку Харви, думаю вы и сами прекрасно помните. Короче говоря, с кодексом для комиксов в какой-то момент явно что-то пошло не так. Что ж, а теперь давайте-ка спроецируем немного на реальность. Джокер это в прямом смысле слова самый натуральный террорист, особо опасный психопат, который совершает какие-то невероятно жестокие преступления против общества и власти города. И это только один преступник, понимаете? А их же там чуть ли не сотню. То есть мир Готэма в прямом смысле ввергся в натуральный ад. Людей в огромном количестве убивают какие-то поехавшие типы совершенно извращенными способами. Власть города вообще ничего с этим сделать не может или не хочет. Об этом чуть позже. А наличие в этом городе защитника в виде Бэтмена, судя по геометрической прогрессии преступлений и многочисленности эпизодов, вообще никак не влияет на эту ситуацию. Точнее влияет, но не в тенденции сокращения преступлений. Также наличие такого персонажа, как Бэтмен, создает в некотором смысле азартный элемент для преступников. Вроде как кто сможет все-таки нагнуть эту мышку или как минимум обратить на себя его внимание. А разменные монеты в этой игре опять выступают обычные жители. Также рассмотря со стороны эти игры в кошке-мышке между Джокером и Бэтменом, мы вполне себе можем рассмотреть тот факт, что мышка в действительности всегда в проигрыше. Так как опять же платой за его философию выступают все те же обычные жители. И получается, что Джокер всегда в выигрыше. Он продолжает совершать преступления, делая вид, что каждый раз как бы испытывает Бэтмена на прочность относительно его моральных убеждений. Но в действительности просто остается безнаказанным. Да-да, можно сказать, что это ж типа комикс, выдуманная реальность, авторы клепают, читатели развлекаются, все круто. Но не забывайте, мы же рассматриваем концепцию Бэтмена, просто факты не более. И да, кстати, надо сказать, что данные комиксы, как развлечение для детей, достаточно жестокое. Вы почитайте сами, там вообще все совсем не по-детски. И если считаете, что я преувеличиваю, вот вам в качестве небольшого отступления от основной темы выдержкой судебного заседания, поданного на компании, производящие в свое время данный контент. Так называемый серебряный век комиксов, который длился примерно с 1956 по 1970 год, был документ под названием «Кодекс комиксов», подписанный под давлением большинства правительством американских издателей в 1950-е годы, содержащий описание того, что и как можно и нельзя описывать в комиксах. Вот, кстати, представленная обвинителями в суде, как непотребная обложка одного из комикс-хоррора тех лет и выдержка из стенографии заседания до принятия данного документа. В общем, перечень запретов коснулась в том числе и насилия в комиксах, поэтому множество персонажей претерпели серьезные изменения, в том числе и Джокер. Он перестал преследовать цель убить темного рыцаря и теперь просто хочет как бы поиграть с ним. Вот, собственно, и вся история. Что ж, продолжим. Ну так вот, позвольте, а что это за защитник такой, если он по факту никого ни от кого не защищает? А может он и не защитник вовсе? Вот знаете, если со стороны глянуть совершенно непредвзято, то получится следующее. Бэтмен — это главарь преступного мира, а Wayne Enterprises — это сверхкорпорация, под прикрытием которым совершается всевозможное финансирование этих самых преступников, в том числе с подкупом власти и так далее. И, кстати, по поводу власти. Был там в одном из выпусков эпизод, где Бэтмен вдруг узнал, что городом правит вовсе не законная власть, а некая теневая организация. В общем-то, в Бэтмен Начало прошла та же мысль. А он типа про все это был не в курсе, ага. У него самая здоровая контора, и он, конечно, не входит ни в какие там круги высшего эшелона, партнерские отношения не связывают его со всяким отребием, работники компании живут и вздравствуют, ну и так далее. Ладно, об этом мы чуть позже еще поговорим. Окей, поверим в реальные мотивы хорошего Бэтмена, что он за добро и так далее, но все же один вопрос возникает. Почему, несмотря на все его усилия, ситуация только ухудшается? Откуда постоянно берутся всякие подонки, которые творят такой лютый беспредел? Хотя стоп, есть один момент, который меня несколько смущает. А почему одни и те же подонки, к примеру, тот же Джокер, творят этот самый беспредел не один, а порой и более десятка раз, несмотря на то, что они неоднократно были мышью пойманы? Ну, тут действительно что-то не так, но что именно? А вероятно то, что они попадаются, а потом каким-то образом освобождаются. И вот эти массовые убийцы живут и здравствуют. Но как же вообще так вышло? А, я же совсем запамятовал, Бэтмен же никого не убивает. Ну, правильно? А чего подельников-то мочить? Окей, пока спишем на сарказм. Но почему Бэтмен не ликвидирует всех этих сволочей? Вспомнил. У нашей летучей мышки ведь есть какая-то своя философия, что если он будет убивать преступников, которые сотнями, а порой и тысячами выкашивают жителей Готэма, то он якобы не будет ничем от них отличаться, а жители сразу же возропшат на него, мол, кто дал ему право и так далее и тому подобное и понеслась. Но давайте-ка остановимся на этом моменте подробнее и посмотрим, а насколько эта его философия вообще имеет место быть для, так скажем, реального человека. Ведь по комиксам он просто обычный человек. И начнем с простого примера. Представьте, что вы вызываете санитарную службу, чтобы она избавила ваш дом от паразитов, которые вам досаждают и даже убивают ваших домочадцев. Но эта служба их не убивает, потому что по каким-то причинам не пользуются методами этих паразитов, так как они тогда станут такими же паразитами. Звучит несколько бредово, вам не кажется? Так в чем же разница между первыми и вторыми? Почему при совершении одного и того же действия одни называются условным злом, а другие творят суд и правду, так сказать? Видимо, все как обычно зиждется вокруг очень старой, но достаточно четко разделяющей от них от других причины, которая звучит очень просто и понятно даже ребенку. Кто первый начал? Почему это условному злу определили? Что убийство как данность – это нечто, что определяет зло как таковое вне зависимости от причин, побуждающих к совершению данного действия. И разве в случае с мышкой его философия и действия не ведут к тому, что он, по сути, потворствует дальнейшему развитию этого зла? То есть совершенно прямо и ни в коем случае не косвенно? Помогает этому злу и дальше чинить свои злодеяния, создавая для этого зла своими действиями благоприятную почву. И разве поэтому нельзя определить его и подобных ему? А такие в годом и есть, мы о них скоро поговорим, как того и тех, кто вроде как должен избавлять от зла. Но в итоге являются тем же самым злом. Смотрите, если на человека бежит бешеная собака, в то время, скажем, когда человек гуляет по парку со своими детьми, и если эта псина хочет разорвать на кусочки его потомство, а разве правильно будет, если человек не убьет эту собаку, отойдет в сторонку и будет спокойно смотреть, как собака будет растерзывать своими зубами беззащитных? Хорошо. Предположим, что собака больна бешенством, и допустим, что человек обладает возможностями поймать собаку до совершения преступления и отправить в ветлечебницу, где ее должны вылечить. Но что, если ее поймали раз, два, три, десять, а ее никак не вылечивают? И за это время она уже перегрызла не один десяток людей. Разве в данном случае не полагается отправить ее уже в мир иной? Убийство с целью защиты – это сохранение своей жизни от того, кто, приступив к закону, решил ее отнять. Скажем, полицейский может применить оружие для поимки убийцы или, к примеру, грабителей банка, если они оказывают сопротивление, или террористы и так далее. Защитники Отечества на осажденной территории прави применять оружие к оккупантам, в дальнейшем получая статус героев, и ни у кого не срывает голову на почве того, что они совершают какое-то зло. Да, бесспорно, само по себе убийство, вне зависимости от причин, является действием отвратительным в человеческой природе. Оно неприятно и может доставлять удовольствие только садистам и прочим людям со сломанной и больной психикой. Но сам факт – если на тебя напали, и ты не являешься даже представителем власти, то ты можешь и должен защищаться. Это, блин, здравый смысл. И получается, что наш вот этот Бэтмен, супергерой, суперумный, супер вообще человек, по какой-то непонятной причине, извел свою голову паранойю, что ему нельзя переступать некий порог, иначе он себя осудит, общество его осудит, и все пойдет по одному месту. И вот бедолага находится как бы межмолотом и наковальней, сходит с ума, и весь такой не может решить эту невероятно сложную дилемму, но просто, блин, охренеть. Так а чего ты выперся тогда защищать? Но, извини, походу, тут, как и всем служителям закона, придется замарать руки в крови, в прямом смысле слова. А в твоем случае придется взять на себя этот грех, и, не сходя с ума, продолжать делать свое дело, понимая, для чего ты это делаешь. Хотя это грех, лишь в твоем извращенном твоими же создателями уме. Потому что ни у одного нормального и здорового психически человека совесть не загложет, если он убьет того, кто убил тысячи людей. Потому что совесть гложет по закону, так как она так устроена. И раз уж для нашего гения его дилемма, которой, типа, пользуется Джокер, так трудна, то вот что я давеча прочел в творениях Платона, а именно диалог Сократа и одного из провисателей Афин Евтифрона. И вот была там мысль, которая, как мне кажется, подойдет для наших размышлений о том, что такое хорошо и что такое плохо, расстановок точек над И и так далее. Конечно, я не буду вам все перечитывать, скажу лишь суть. Она звучит так. Все благочестивое является справедливым, но не все справедливое является благочестивым. Переводим это выражение на дилемму нашего пациента. Допустим, преступник убил кого-то с крайней жестокостью, и по справедливости его нужно убить таким же образом, чтобы чаши на весах уравнялись, так как мучителю в данном случае должно доставить те же мучения, что испытывала жертва. Грубо говоря, зуб за зуб, глаз за глаз. Но, во-первых, нельзя забрать у человека больше, чем у него есть. Я говорю о том, что если человек совершил, к примеру, серийные преступления, при всем желании невозможно в нашем мире повесить его столько же раз, сколько жертв было на его счету, и невозможно доставить ему в количественном выражении столько страданий, сколько доставил он. Или если на счету преступника несколько жертв, которых он убил разными способами, то в таком случае также невозможно осуществить возмездие столько же раз и таким же образом по отношению к нему. Во-вторых, тут возникает некоторый нюанс того, что если ты будешь убивать жестоко и с жестокостью, а ведь именно так и действовал преступник, то ничем отличаться от него не будешь, ведь творить жестокость есть прерогатива зла, и является одной из ее характеристик, а человечность, в понятие которой входит и благочестие, не может существовать со злом. И следовательно, если ты будешь действовать жестоко, то не будешь благочестив, а значит и утратишь тот самый человеческий облик, который так боялся потерять Бэтмен, чтобы не превратиться самому в злодея. Ну, вроде той фразы, когда долго борешься с драконом, главное самому при этом не стать драконом. И смотря в бездну, бездна начинает смотреть в тебя. И поэтому выступаю рукой справедливости, чтобы оставаться благочестивым, ты не должен наказывать преступников их же методами, но должен исполнять закон беспристрастно, именно как инструмент закона, не более того. И если уж ты взял на себя роль защитника, следовательно, ты определил для себя, что и кто является относительно законом преступником, а кто жертвой. И это уже значит, что ты решил сам себе трактовать и классифицировать по закону те или иные деяния лиц, совершающие их. Про то, кто дал в данном случае Бэтмену такое право и имел ли он право самолично воспользоваться им, мы чуть позже еще поговорим. Так вот, разве, исходя из вышесказанного, не будет более жестоко и несправедливо в силу отсутствия возможности изоляции зачинщиков зла, про Архам мы сегодня тоже затронем, оставлять их в живых, дабы они и дальше творили беззаконие, убивая тех, кто законно не приступал и зло не чинит. И хотите или нет, я вижу, как в данном комиксе, да и вообще, кстати, в подавляющем большинстве всего этого бреда про супергероев проскальзывает вот эта тема о несопротивлении злу насилием или, как говорится, ударили по щеке, подставь другую. Однако, я бы хотел внести некую ясность, высказав свое, конечно, крайне субъективное мнение об этой раскрученной фразе относительно щеки, так как она совершенно никакого отношения не имеет к защите себя от всякого рода сволочи. И дабы мое мнение звучало логично, я подкреплю ее строчками того же персонажа из той же книги. Цитирую. Спрашивали его также и воины, а что нам делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Вы знаете, что-то я не наблюдаю здесь на пусте о том, чтобы воины отказались от своей работы, бросили свое оружие и пошли подставлять щеки под ладони и ребра под пики направо и налево всякого рода захватчикам, негодяям, местному криминалу и так далее. Ведь это воины, а воины, помимо прочего, порой и убивают. Но, он сказал им, никого не обижайте, понимаете? Это значит, не применяйте силу первыми, не применяйте силу и власть, данную вам законом по своему произволу, вне законных оснований и в личных интересах. Не лгите и довольствуйтесь своей зарплатой, чтобы вас не соблазнили те, кто хочет, прикрывшись вашей силой, статусом и законом, творить с помощью вас свои дела в личных интересах. Вот что это значит. И посему подставленные щеки и потворство злу это тексты совершенно разных песен и с совершенно разным смыслом и путать эти понятия нельзя, так как последствия могут быть очень плачевными. Теперь давайте несколько коснемся тех, о ком повествование о Бэтмене вообще речи по большей части не идет, а если идет, то лишь косвенный фоном, ну как впрочем вообще всегда во всяких там комисах, блокбастерах и так далее. В данном случае я говорю о простых жителях Готэма. И вот по всякого рода гениальным разборам личности Бэтмена, а также оригинального повествования нам рассказывают такую штуку, что якобы жители Готэма, несмотря на то, что их выпиливают в огромных количествах всякого рода психии, да и не только они, но еще и криминальные структуры, мелкие бандиты, жертвой которой как раз таки и стали родители Брюса и так далее. Так вот все эти жители вдруг по какой-то невероятной причине якобы впились в единственного по сути человека, который встал на их сторону и как овцы блеют на него, говоря, а кто это такой Бэтмен, чтобы вершить закон? Если ему позволено, то почему другие не могут и чем они хуже, кто дал ему право и так далее и тому подобное. И сразу хочется задать вопрос, блин, вы серьезно? Прямо вот жители Готмана на клочья бы Бэтмена порвали, если бы он того же Джокера, который в извращенной форме совершает свои злодеяния, отправил на тот свет как бешеную собаку? Что-то мне как-то очень слабо в это верится. И я сразу задам следующий вопрос, а почему они, то есть жители, не могут? И почему это они не имеют права? Хотите сказать, что они сами себя лишили этого права и довольны этим? Кто им сказал и вдолбил голову мысль о том, что они этого права не имеют? Я имею ввиду права себя защищать. Кто это? Коррупционная власть Готэма, продажные копы и так далее? Данная догма работает лишь в том случае, если ты условно живешь в идеальном Готэме, где копы это честные копы, а преступники это преступники и первые реально защищают, судя не оправдывают убийц и так далее. Условно в том месте, где таблетка лечит болезнь, но в данном случае она ее не лечит. И однако напомню, что таблетки дали власть лечить болезнь те, кто выбрал эту таблетку, условно говоря, вот эти самые жители Готэма. И она в данном случае для преступности выступает как бы карающей рукой этих самых жителей Готэма. И более того, это и есть жители Готэма вообще-то, все эти копы, судьи и так далее. А если пойти дальше, то вообще-то все эти представители власти Готэма, в том числе и исполнительных, это на минуточку слуги народа, которые обязаны выполнять свои функции, понимаете? Как там сказал прокурор Харви Дент, оправдывая такое явление, как Бэтмен? Кто выбрал Бэтмена? Мы. Все мы, кто позволил разному отребью хозяйничать в городе. Но это же и есть демократия, Харви. Когда враги стояли у ворот, римляне отказывались от демократии и назначали себе защитника. Это не считалось честью, это считалось долгом. Тогда у меня другой вопрос. А когда враги уже давно в городе и живут там себе вполне припеваючи, римлянам, думаю, стоило бы поинтересоваться у тех, кто допустил их в город, а что это за хрень вообще происходит? Хотя нет, поправочка. В данной ситуации интересоваться было бы уже не у кого, по той причине, что все защитники, охранники, судьи и правительства по всей логике должны были состоять из тех, кто собственно ранее стоял у тех самых ворот. Ведь именно для этого они и туда и пришли постоять. А сами римляне уже давно стали рабами тех самых захватчиков. И вот в тот самый момент, когда римляне это осознали, едва ли им стоило защитника выбирать и уж тем более писать жалобы местному царьку или прокурору на того, кто якобы вызвался быть таковым. И самое время взять большой дихлофос и вытравить паразитов из города. Единственная и основная проблема для римлян заключалась бы всего в двух вещах. Первое. Определить паразитов, так как они давно уже должны были ассимилироваться с римлянами и не так-то просто сразу будет разобрать кто где и кто чей и кому служит и так далее. И второе. Оценить свои силы и силы захватчиков. Все. Более того, исходя из вышесказанного, не забывайте, что Бэтмен это по сути не некий бесправный человек в костюме, а такой же рядовой житель Готэма, на которого бежит та самая бешеная собака, имеющая права и в том числе право защищать свой дом от захватчиков. И более того, копы, то есть та самая исполнительная власть, которой доверили вершить закон жителей Готэма, вроде как с ним сотрудничали. И даже, можно сказать, на официальном уровне, потому что забабахали проектор с его логотипом. Проектор же установлен официально, верно, с разрешения властей. Значит, власть признала его и определила его статус, доверив тем самым Бэтмену решать проблемы с преступностью на официальном уровне, так что ли получается? А с другой стороны, если что, то они, то есть копы и власть, вроде как и не при делах и вообще с ним общих дел не имеют. Отлично устроились на двух стульях. Но раз уж проектор воткнули, значит, Бэтмена, его цели и, что более важно, определение трактовки закона и справедливости признали власти. Следовательно, и сами жители особо против не были. Но раз уж их слуги признали, значит, признали с разрешением общества, верно? И почему же они должны были быть против, когда те, кто должен защищать, нашли инструмент, с помощью которого защита стала эффективнее? И да, кстати, относительно законов. Законы, это, знаете ли, дело изменяемое. Где-то они одни, а где-то другие. Когда-то они одни, а когда-то иные. Для кого-то они одни, а для кого-то другие. И, конечно, по логике не надо приложить большой ум, чтобы понять, что будучи жители Готэма оккупированы психами, криминалитетом и так далее, то и законы для этих жителей писать будут они. К примеру, на скотобойне вроде как тоже есть свои законы, но насколько эти законы для одних и для других. Закон, если мне не изменяет память, для всех един. И это я про настоящий закон. Но возникает вопрос, где же тогда и что же тогда есть настоящий закон? Все очень просто. Настоящий закон это закон здравомыслия и закон весов. Что дал, то и получи. И на этом законе, собственно, изиждутся все остальные кодексы, конституции и прочее. И если Джокер убил сотни человек, думаю, не надо совать его вархом, из которого он в очередной раз сбежит. Нужно сделать так, чтобы такого больше не повторилось. И для этого есть множество способов, в том числе и гуманных, если уж ты за гуманизм. Тут в действительности не надо большого ума, чтобы суметь отличить гуманизм от толерантности. Но вы можете сказать, что вопрос может снять более тонко, как он якобы поставлен в мире Бэтмена. Что такое я и кого именно, а значит и как необходимо судить? Может в Джокера вселился адский сатана и велел ему делать всякие гадости? То есть условно человек как бы болен этим адским сатаной, той самой психической болезнью, о которой я упомянул ранее. И вот тогда его, как и всякого рода больного, кладут в клинику, чтобы вылечить от этого адского сатаны и вернуть в общество здоровым и переболевшим им. Но тут есть несколько нюансов. Во-первых, доказать это не так просто, но даже не в этом суть. Главное в нашем деле то, что судя по комиксам, психушка Аркхам это совершенно не выполняющая свои функции и явно плохо охраняемое заведение, и психи оттуда здоровыми не выходят. Следовательно, вся эта дребедень не работает в рамках города Готэм-сити. И более того, раз так обстоят дела, то это вообще все выглядит не иначе, чем судебный подлог, который вполне вероятно имеет под собой совершенно иные мотивы. Вот вам выдержка прямо из Википедии. Аркхам обладает не самой лучшей славой, особенно когда это касается известных личностей. Заключенные вроде Джокера очень часто сбегают из клиники, а те, кто излечиваются в кавычках, часто берутся за старое. Итак, мы получаем следующее. Закон в случае с Аркхамом не работает теми методами, которые он признает как бы прогрессивными и наиболее гуманными. Других инструментов для полноценного исполнения подобных приговоров, то есть признания тех или иных преступников психически нездоровыми и излечивающими их от этой болезни согласно действующим законам в Готеминет. Следовательно, получается, что болезнь определили, а вылечить не могут. А раз так, может вы и определили ее неправильно, но даже если правильно определили, значит вы находитесь на более низком уровне развития относительно вашего же представления о развитии общества и человека в отдельности, а также его психики и болезни как причины преступлений. Следовательно, бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе и пользуйся теми методами и способами защиты и решения проблем, которые тебе доступны. Если ты определил, что будет дождь и не можешь предотвратить его, стреляя в небо пушечными ядрами, значит, бери с собой зонт. И в данном случае выхода может быть только два. Если кто-то убил кучу народа, то либо стройте такое место, откуда преступники не сбегают, либо давай до свидания, а то, понимаешь, эти психи еще и героев из себя там корчат, популярность набивают, а пресса, как голодная свора шавок, так и норовит облизать эту прогнившую кость общества. Но я совсем забыл, пресса же должна по своей логике работать на тех, кто держит городок в своих ежовых рукавичках и, следовательно, действовать в их интересах и в их же интересах выставлять преступников в нужном свете. Что ж, настало рассмотреть этот айзвер беззакония Готэма чуть более глубже и продолжим с Аркхама. И вот скажите, а кто так называемых психов туда закидывает? У Бэтмена вообще-то таких полномочий нет, он их не может туда посадить. Это обязанность и прерогатива исполнительной власти Готэма, но поскольку оттуда постоянно сбегают, то как бы не сложно выстроить определенные выводы, что кому-то во власти это надо. А значит, будь Бэтмен адекватным, он бы искал причину не в размалеванных психах, а тех, кто стоит у руля города, разве это нелогично? Вот интересно, преступность значит была еще когда Брюс был мал, да и Аркхам построили до него. Потом он вырос и сразу же количество психов резко увеличилось. Но возникает вопрос, а че ж Брюсик не боролся с реальной преступностью, которая очевидно засела в кулуарах власти? То там мэр, какой-то мутный судей, оправдывают копы продажные, а этот все с пингвинами да джокерами воюет. Может в действительности Бэтмен сам давно лежит в психушке, и ему все это видится после очередной приемки дозы псих препаратов, а все эти клоуны лишь его воображение. Потому что то, что его действия реально как-то продвигаются в лучшую сторону, ну никак не соотносится с реальностью происходящей в его мире, а может тогда дело обстоит таким образом, что Бэтмен вовсе не в психушке лежит под действием препаратов, а является главным зачинщиком и организатором всей этой несладкой жизни в городе. Но на это ведь указывает практически все. Смотрите, по факту, что мы видим? Его компания, которая досталась ему по наследству еще задолго до его рождения, была невероятно крупной, имеющей обширное влияние, и руководит, пожалуй, всеми, ну или почти всеми отраслями города, ведь про какие-то другие компании нам ни разу не сообщается. Сам Брюс окружен роскошью и достатком, в то время как город погряз в нищете, беспорядках и безработице. А ведь я упоминал ранее, что основа преступности это нищета. Вы можете и сами в этом убедиться, если посмотрите на ее рост и всплески в так называемые экономические кризисы. Что уж говорить, если кризис не кончается. Но кто же лишил нормальной работы и вознаграждения за нее огромной части жителей Готэма? Ответь ведь очевиден, Уэйн Энтерпрайзис, являющийся, пожалуй, монополистом в городе. И вполне очевидно, что все деньги стекаются именно туда. Следовательно, Брюс Уэйн сам создает и поддерживает преступность в городе, доводя до нищеты местных жителей через свою корпорацию. И обратясь к оригинальной истории Бэтмена, как же так получилось, что отец Брюса, богатейший человек города, даже не имел личной авто и водителя, чтобы вывезти семью в кинотеатр? Или он что, не додумался об этом? А может быть, водитель взял выходной в этот день или приболел? Кстати, Брюс как-то эту привычку не унаследовал и вовсю рассекал по дорогам Готэм-Сити на суперкарах, вертолетах и так далее. И вот получается, что отец Брюса, несомненно, вроде как неглупый человек, раз смог основать такую компанию, получается, совершенно не придерживался хоть каких-то элементарных рамок безопасности и бродит со своей семьей малолетним сыном по криминальному городу ночью по всяким там темным переукам? Знаете, это уже походит на чистый бред, честно. И вот, как по мне, в последнем фильме Джокера отец Брюса показан намного более натурально и правильно. Но не мог он при всем желании быть таким, каким мы знаем его из оригинальной истории. А если бы он действительно был таким лучом света в темном царстве, то имея за спиной такую компанию, город просто не мог бы погрязнуть в нищете и криминале. Но если мне память не изменяет, все, что он сделал, это построил там какую-то трамвайную дорогу или что-то вроде того. Потому что нищета и криминал это причина и следствие. Чем прогрессивнее уровень нищеты, тем сильнее развивается криминал. А значит, существуя Готэм в том виде, в котором он находится, род деятельности Уэйн Энтерпрайзис находится под огромным вопросом. И вообще, подумайте сами, а откуда из всего этого нищего населения выходят всякого рода бандиты со своим обмундированием, планами, реализациями, технологиями, разработками и прочим? Они же вроде как не члены мафии. Где деньги Зин? Кто это все спонсирует? И как получилось так, что ставшие продажные и полностью коррумпированные власть города вообще не обеспечивают ненормальную жизнь и безопасность в Готэм-сити? Но тогда позвольте, если все же власть продалась, то кому? Вариантов два. Явному криминалу в виде городской мафии или иному лицу или группе лид заинтересованным в текущем положении дел в Готэм-сити. Почему я сказал, что помимо криминала может быть кто-то еще? Потому что с криминалом же вроде как борется Бэтмен. А раз так, то в случае, если бы криминал просочился так глубоко в недры властей города, то Бэтмен был бы в курсе. И опять же, как и упомянул ранее, бороться бы ему пришлось уже с самой властью города, ведь корень проблем находился именно там в этом случае. Но раз криминал при любых вариантов событий выгоден самой власти Готэм-сити, а Бэтмен не борется с этой властью, а лишь делает вид, что борется со всякими родов психами, следовательно, Брус Уэйн и его компания и, вероятно, еще круг иных лиц, это и есть власть этого самого города. Хорошо, но разве тогда нелогично звучит, что если Бэтмен, обладая всеми своими деньгами, технологиями и так далее, действительно хотел бы бороться с реальной преступностью, а мы уже определились, что реальная преступность это власть города, то скажите, разве и если бы он разоблачал этих представителей власти и тем самым не размахивая кулаками, исходя с ума о своей философии, боясь вершись самосуд, а лишь обличая во лжи перед горожанами тех, кто должен был им служить, то неужели он, несомненно, во-первых, избежал бы тех проблем, которые он придумал в своей голове, а во-вторых, добился бы намного больших успехов для безопасности города, так как в примере с римлянами, которые я приводил, один из пунктов освобождения жителей от оккупантов было именно отделение паразитов от законных жителей. К примеру, что было бы, если он, предположим взломав все ТВ станции города, а еще проще запустив по своему каналу, у него же крутая компания, должен же быть свой канал и вообще подконтрольные СМИ, запустил бы типа серию эксклюзивов, которым на весь год им обличал коррупции, подкупи, лжи и криминали представителей власти, не так как у нас делают некоторые товарищи, а прям с видеодоказательствами, прослушкой телефонов, фиксацией, встречей властей с криминальными структурами, передачей денег, съемкой тех же преступлений и так далее. То есть такие доказательства, которые просто бы шансов не оставляли никаких, обличая в тяжких уголовных преступлениях и их связью с властями Готэма, тем самым возведя их всех в статус участников ОПГ и так далее. Ведь Бэтмен везесущий, ему бы доказательную базу насобирать не составило никакого труда. И в дальнейшем, имея финансовое, медиа и экономическое влияние на Готэм-Сити, он смог бы заменить верхушки власти на нормальных управленцев, что типа нам и пытались показать в Тёмном Рыцаре, а преступников, врагов народа и особенно убийц, определили не в психушку, а установили те меры пресечения согласно закону, реальному закону, которого они заслужили, а не тому, который установили криминальную структуру Готэма. Собственно, всё. Но поскольку всего этого в концепции Бэтмена и близко не было, то вот из всего вышесказанного я делаю вполне очевидное заключение, что Бэтмен это очередная фуфлышная пропаганда выдуманных и не работающих для нормального человека ценностей, созданная исключительно для того, чтобы сформировать у читателя или зрителя очередной извращённый пазл реальности. Как там сказал персонаж Лектора, который, кстати, также достоин, к сожалению, в силу его раскрученности детального разбора, мы вожделеем то, что видим каждый день. А то, знаете ли, Бэтмен вроде как никого не убивает, но всё же насилия там предостаточно, со всеми подробностями, смакованиями и так далее. Хотя, думаю, скоро в каком-нибудь фильме нам покажут, что Бэтмен всё же кого-то завалил, и тогда уже точно всё впадёт в депрессуху, покроется лихорадкой, а зрителю под новый фантик будут навязывать уже те настроения, которые будут выгодны на определённый момент времени. И если кто-то считает, что я преувеличиваю, то рекомендую вам посмотреть на фото комиссара Гордона из нового фильма о Бэтмене, который выйдет в 2022 году. И что-то мне подсказывает, что есть большая вероятность того, что в недалёком будущем актёру, играющему самого Бэтмена, уже не будет необходимости красить зону вокруг глаз тушью, чтобы она сливалась с маской летучей мыши. Паскриптум Вообще, ролик изначально был предназначен другому персонажу другой вселенной, который является в некотором смысле прямой противоположностью ряженому клоуному в мышином костюме. Но как-то в ходе размышлений я вспомнил мышку и решил сделать про него. А вот, возможно, один из следующих обзоров будет посвящён фигуре, которая лично на мой взгляд, как психически, логически и, что более важно, идейно и действенно, намного более соответствует реальному персонажу, который чего-то там хочет исправить и ты чего-то хочет докопаться, действуя намного более натуральными методами. Кстати, можете написать свои соображения в комментах, о ком же будет ролик. Ну и мысли относительно Бэтмена также приветствуются. Также выражаю отдельную большую благодарность тем старым и новым меценатам канала, которые поддерживают моё творчество финансово на Патреоне, спонсорством Ютубе и других площадках. Вам, как всегда, моё отдельное спасибо. Ролики выходят в том числе и благодаря вашей поддержке, а все ссылки, как всегда, в описании. Что ж, я же с вами прощаюсь и надеюсь до новых встреч. Всем удачи. Редактор субтитров А.Семкин, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова